МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кто у нас закончил школу, он отлично. Почему не улыбаемся? Это адский труд. На самом деле быть родителем – это непросто. Просто быть многодетной мамой и воспитывать талантливых детей. Ну, как бы со стороны всегда это просто. Вам огромное спасибо за успехи ваших дочерей. Это абсолютно точно ваши успехи. Спасибо огромное. Спасибо. Инга Артюшенко – многодетная мама. Все ее дети – ученицы Риотовской средней школы номер 10. Совсем скоро начнется учебный год, и это значит, понадобятся новые формы, тетради, карандаши и пеналы. Расходы серьезные. Акция партии «Единая Россия. Собери ребенка в школу», в ходе которой наградили нашу героиню, призвана немного облегчить ситуацию. По крайней мере, для нуждающихся и многодетных семей. Под еидой партии «Единая Россия» началась акция «Собери ребенка в школу». И я, как депутат Риотовского городского совета депутатов, принимаю в этом участие. Сегодня я вручу сертификаты от фирмы «Комус» на привлечение необходимых канцелярских товаров для детишек. Три многодетные семьи, среди которых была и семья Инги Артюшенко, получили от организаторов акции дополнительную помощь. Они отправятся за покупками в одной из крупных сетей, торгующих школьно-письменными принадлежностями. Эта акция, во-первых, ежегодная, то есть она для нас стала традиционной, и каждый раз мы продумываем, как это будет проходить, потому что действительно, внимание других людей по отношению к тем, кто нуждается, просто даже во внимании, не говоря о помощи уже материальной или духовной, эта акция поэтому необходима. Это очень приятно, это поддержка моральная и психологическая, значит, мы кому-то нужны. Я думаю, что это будет способствовать нашему молодому населению не бояться, а заводить как можно больше детей. К новому учебному году Московской области дарят не только тетради. По данным Министерства социального развития региона, материальную помощь получат более 120 тысяч родителей. Нуждающимся выплатят от 3 до 13 тысяч рублей. Евгений Сафаров, Станислав Хричков, телеканал ТВ «Риотов».